всем привет мы сейчас записываем вторую часть связана у меня уже спинка вот она такая и перед только перед немножко не довязан я как и говорила нужно вот я не стала довязывать последние три ряда вы здесь как у меня ряд столбики сетка и столбики да я их не довязывала сейчас покажу как это делать чтобы спереди немножко все-таки был вырез не под самое горло но все равно лодочка так сейчас найду начало вот тут ниточки немножко мешаются вот то есть вот этот ряд столбики да я его провязала получается частично то есть вы смотрите на себя по примерке да вот здесь у меня ну где-то наверное не знаю сколько сантиметров не взяла сейчас свой измерительную ленту мне немножко сейчас в другом месте снимаю вот если посмотреть на все изделие да в принципе немного потому что хочу сделать чтобы наверху был такой довольно таки большой вырез дальше я сейчас не пойду вот я провязала первый из трех рядов теперь мне нужно будет сейчас вязание развернуть и теперь надо будет вязать сетку только чтобы сделать небольшой скос более гладкий я буду делать это из следующего столбика трясут развернула вязание провязываю в следующий столбик во вторую петлю соединительный столбик и уже отсюда начинаю провязывать сетку то есть делаю 3 воздушные петли четвертую петлю накид и пропуская одну петлю здесь вяжу столбик с накидом вяжем обычную сетку да только уже на 1 на одну петлю подальше и все я повторяю это до конца ряда и вы тоже все ряда из за того что мы вначале сделали на одну петлю меньше в конце у нас сеткой ячейка не получается поэтому просто подряд провязываем 2 столбика с накидом от этого внешний бит совсем не используется как мне кажется может перфекционист цены построить и все нам осталось взять последний третий ряд делаем 3 воздушные петли вязание разворачиваем и вяжем ряд столбиками с одним накидом в конце также хочу сделать на одну петлю поменьше поэтому провяжу сейчас один столбик просто вот сюда за петлю же провязывать не буду ничего делаю одну петлю еще вытягиваю чуть-чуть и обрезаю да сейчас просто со второй стороны нам нужно будет вводить нить заново затягиваем ниточку и все вот у нас вот так получилось до спереди чуть-чуть посильнее будет вырезать теперь нам со второй стороны нужно сделать то же самое да но так как у нас есть четко выраженная лицевая сторона и изнаночная да вот как у меня лицевая сторона именно в том месте где у меня лицевая сторона столбиков с одним накидом потому что все таки они с обратной стороны более объемно смотрятся и будет отличаться хотя конечно наверху два этих ряда может ничего не решат наверно все таки лучше отсчитать то есть вот вы связали до мы вязали здесь с краю поэтому сейчас отсчитаем сколько до здесь петелечек где вот этот последний столбик и на этой стороне находим и начнем вязать отсюда у меня это седьмой элемент если я считала по вот этим штучкам на конец седьмого элемента так удобнее считать конечно чтобы не каждую петлю всем убили нить делаем 3 воздушные петли начинаем вязать также просто ряд столбиками с одним накидом как и до этого мы все это делали и в конце ничего не меняем да здесь же у нас ровный край должен быть поэтому здесь довязываем делаем 3 воздушные петли подъем и начинаем вязать в обратную сторону сетку здесь в конце не довязывайте в конце ряда мы также последний столбик не провязываем вязание разворачиваем делаем соединительный столбик вот сюда вот в ячейку вот так теперь отсюда делаем 3 воздушные петли накид и начинаем вязать вот с этой петли на то есть мы здесь опять у нас получается что меньше на одну петлю будет в этом ряду и вяжите так до конца ряда и все это последний ряд там уже ниточку обрезайте и горловина уже готова наша все мы закончили обе наши детали да вот перед вот у нас вот эти чуть повыше до плечики спинка осталось их только сшить находите верх изделия спинку вверх спинки на главное не перепутать где вверх где низ и прикладываем их лицевой стороной друг другу перед и спинку совмещаем то здесь сейчас плечи будет соединять очень легко до лицевой стороной друг на дружку я сейчас сильно подробно показывать это не буду у меня было в предыдущих мастер-классах как сшивать изделие вы сейчас покажу вот здесь да чуть-чуть начала здесь а дальше вы сами то есть вот я соединила плеть плечо спинки и переда вот какая скажем и сейчас вывязывали мастер-классы где сшиваю и детали я оставлю в описании к видео это есть конкретно чисто посвященный этого мастер-класс это там я сшиваю вместе бабушкина квадраты принцип тот же самый еще второе видео это где я вижу топ я напишу вам минуты секунды до где начинается на процесс сшивания деталей и так сложили да и здесь все просто здесь просто находим крайние петли вводим крючок зацепляем прямо обе петелечки здесь находятся на вот она косичка нашли первую на одной части и первую на другой так вот здесь берем ниточку потом все эти кончики вот которые нас остаются их можно закрепить очень прочно особенно если вы вяжете из вискозы она такая хотя она цеплячья но надо прям сделать какой-нибудь узелочек лучше пусть будет узелок даже если он будет чувствоваться чем изделие вообще разойдется этого нам точно не нужно продели ниточку так и сделали такую штучку и все дальше что мы будем делать в каждую петлю они же находятся прям друг напротив друга вводим крючок в обе да то есть на одну на одной детали на 2 захватываем нить и протягиваем через обе петли вот так и теперь эту же нить то есть мы как бы сшиваем можно сказать соединительными столбиками на только вот эту петельку нужно всегда чуть-чуть под вытягивать иначе изделие у вас стянется то есть здесь стежок должен быть посвободнее до вязание должно быть свободнее чем обычно повторяем опять вводим крючок в эти петелечки вот они захватываем нить вытягиваю и протягиваем эту же нить через эту петлю вот и все и так таким образом сшиваете вот до сюда да второе плечо точно также сшиваете соединительными столбиками просто а вот сбоку сбоку будет немножко посложнее лучше идти вам снизу чтобы не запутаться да и важно будет следить чтобы ничего никуда не уехала то есть если мы сшиваем здесь не поряд столбиков да то это вот и на одном и на другом изделия столбиков до ячейки с ячейками все это четко проверяем тоже также соединительными столбиками здесь вам придется уже искать место куда вводить крючок но важно чтобы это место так прошу прощения было идентично на второй детали это должно быть точно такое же место здесь где нет петель придется как-то находить место куда вводить крючок то есть вот допустим от столбика вот эти петелечки да но в любом случае сначала стоит вам попробовать столбик все-таки 3 петли и провязать именно вот здесь найти три места куда сделать три соединительные петли две петли за сам столбик и одна петля вот здесь крайняя да где например мы набирали цепочку из воздушных петель до крайняя петля 2 петли в столбик соединительные потом в петлю которая находится опять же между рядами да то есть вот я обычно вижу потом сшиваю изделие по такому принципу крайние точки между рядами которые образуются и по две петли в место где столбик да вот так выглядит мой конечный результат это маечку я уже постирала то получается сначала сшила плечи потом постирала маечку и потом уже сшивала бока вообще я очень советую вам все-таки связать две детали до перед и спинку потом постирать а потом уже вообще сшивать и плечи и все остальное потому что несмотря на то что у меня изделие вытянулось в длину в ширину тоже немножко потянулась сейчас вам расскажу в начале первой части если вы помните я говорила что у меня ширина изделие 40 сантиметров а высота 49 так вот сейчас у меня уже после сшивания да здесь она какой-то какие-то миллиметры ушли на шов еще да то есть сейчас у меня 40 с половиной ширина могу предположить что было на наверное 41 с половиной где-то до сшивания увеличилась ширина на 1 сантиметр а вот высота была 49 сейчас она 55 и даже ближе к 55 с половиной то есть разница уже в 6 сантиметров вот но в принципе я результатом очень довольна я и мерила она конечно в груди немножко тесновато но в принципе вот на 44 размер нормально да ну не совсем то что я хотела то есть она такая прям футболка она на талии свободно буду груди идет прям как облегающая такая да не совсем то что я планировала но все равно мне очень нравится как смотрится это на белой маечке да она такая ажурная очень классно она хоть так смотрится сейчас вот лежит как прямоугольник а на фигуре на теле да она смотрится просто классно зала спинку из одного матка и перед из другого и у меня осталось по чуть-чуть то есть вероятно где-то ну чуть больше полутора матков ушло водка все наверное что я хотела сказать бежите тоже такую маечку она действительно смотрится просто суперски желаю вам удачи и пока пока так Субтитры сделал DimaTorzok